В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей. Предлагается разработать механизм оценки психологической обстановки в школах для выявления случаев травли. Кроме того, новый законопроект вносит изменения в Кодекс административных правонарушений и неприятие образовательных организаций необходимых локальных нормативных актов, влечет наложение административного штрафа на учреждение в размере от 50 до 100 тысяч рублей. За эпидемиологический сезон 2022 года в медучреждение Прикамья обратилось почти 22,5 тысячи пострадавших от укусов клещами, в том числе 4289 детей, сообщают в Роспотребнадзоре. За 9 месяцев 2022 года показатель заболеваемости клещевым энцефалитом составил 2,5 случая на 100 тысяч населения. Проект «Точка кипения Перм» открыл прием заявок на участие во Всероссийском федеральном конкурсе создания медиаконтента по популяризации науки и технологии. Подать заявку можно до 14 ноября. На конкурс можно направить медиаконтент по таким темам, как «Наука глазами людей», «Я создаю будущее» и «Наука сегодня». Также жюри рассмотрит текстовые посты и небольшие статьи до тысячи знаков, статичную или анимированную инфографику.